Холодным декабрьским вечером давайте вспомним незабвенного Михаила Булгакова «Собачье сердце». Помните, профессор Преображенский советовал, не читайте, доктор, отечественную прессу перед обедом или перед сном, несварение желудка или бессонницу получите. Я вот только что с Екатеринбургой прочитал уже российскую свежую прессу, как там лавры Каданникову раздавали, ненаглядный ты наш. Царь, батюшка, спасибо тебе за растаможку, собака такая, блин. Но это все ерунда, это опять же эмоции. А что поразило и удивило, это то, сколько грязи можно вынуть вот на эти замечательные китайские джипы. Ну и мы сегодня немножко поиграем, поиграем с вами. Я буду в роли Шарикова, который будет душить вот эти замечательные автомобили, а Максу я доверю роль доктора Бурменталя. Я тоже кое-что прочитал, послушал и увидел в российской прессе и на российском и нероссийском телевидении. И все это о вот этих машинах, о китайских джипах, в том числе и о Грейт Воле. Хотя о Грейт Воле было сказано очень мало. Почему? Мы вам позже объясним. А сейчас пока попытаемся, что называется, достибаться до чего-нибудь в этом автомобиле. Потому что с первого взгляда я ничего предусыдительного или обращающего на себя внимания не увидел. Но где? Где они спрятались эти коты с коты с? Кто пишет ерунду про проходимость этого джипа? Ага, вот одного вижу. Ааа! Смотри, смотри, не уйдет. Мяу! Мяу! Так, одного поймал. Доктор, я застрял! На помощь! На помощь! Раз, голова прошла и все остальное должно пройти. И сколько раз вам повторять. Бумажных червей и паразитов нужно ловить не зубами, а руками. И по рукам им давать. Так что вылазь, вылазь немедленно! Так, совсем застрял. Хорошо, а если колесики побольше? Ну тогда бы прошел. Видимо, тем, кто пишет о ненадежности и непрактичности вот этих китайских джипов, им просто делать нечего. Не зря наш доморощенный Шариков сравнил их с котами. А когда коту делать нечего, он что делает? Ну, вы сами знаете. Так вот, с точки зрения шариковых, этот джип тоже очень полезный. Представляете, сколько сюда котов войдет? А мне сказали, оторвется. Мне же написали, что оторвется. Какой гад мне сказал, что он оторвется. Да когда же, в конце концов, он оторвется? Этот ненадежный порог ерундового китайского джипа. Может быть, он совсем не такой же ерундовый? Ну, с таким подходом, как у Челекина, в смысле у Шарикова, сломать можно все, что угодно. Как в том анекдоте про русского, с двумя железными шарами. Так он один сломал, другой потерял. Ну, и мы попробуем разобраться виртуально хотя бы с передней подвеской Гритвола, так как рыба гниет с головы. Ну что, двухрычажка с шарами, у которых палец с толщиной, с мой большой палец. И торсионы, соответственно, с которыми вообще, по-моему, ничего сделать просто невозможно. Ну хорошо, пойдем дальше. Вернее, ближе к задней части вот этого длиннобазового автомобиля. А вот здесь, ребята, рессоры, четырехлистовые, с неразрезным мостом. И прикреплены они к раме такой хиловатой, на первый взгляд. Комментарий, по-моему, излишний. Не корости ради, а ток мой ради пославшей меня жены. Я проверяю здесь вот эти бамперы. Голова у меня крепкая, ну и бамперы на редкость. Ну, это уже из-за стапа Бендера. Эта песня посвящается всем родителям за независимость нашей автомобильной промышленности и пространству в салоне Грейтвола. И... Тяжелые годы уходят. Борьбы за свободу страны. За ними другие приходят. Они будут тоже трудны. Кстати, акустика неплохая. Акустика неплохая. Берем DVD и записываем подарочную песенку товарищу Каданникову, лидеру отечественного автопрома. Вот нам здесь таким большим сзади совсем не тесно, но окошки запотевают. Заводим. И переходим к сердцу. А точнее к двигателю этого автомобиля. И что же у нас под капотом? А под капотом у нас старый добрый. Да, воистину благородный звук двигателя от Тойота. Но сейчас мой турн. А точнее турн вот этого автомобиля. Обратите внимание, показатель мощности. Обычно джипы проворачивает. Смотрите внимательно, что сейчас будет. Вот такой вот двигателек. Двигатель 2.4. 105 лошадиных сил. Зато 190 ньютонов на метр. Это крутящий момент. Хватает вполне. А еще маленький совет. От британской супер-мупер-мега-передачи Топ Гир. Вот этот автомобиль, точнее его предшественник, правда с дизелем, они топили, бросали, сжигали, но убить так и не смогли. Правда, товарищи, ничего кроме правды. Помещики, тираны, губители, душители. Капиталисты еще хуже. К чему привела эта правда? 70 миллионов наших с вами потерянных российских жизней. Ну и когда изыска разгорелось вот это пламя, надо было вовремя делать ноги. А сейчас из мухи пытаются раздуть слона. И сказать, что Китай, это все ерунда. Ничего страшного. Это абсолютно неправда. А правда о вот этих китайских автомобилях глазами авторов автостопа. Да, хром здесь не по металлу. Но ничего страшного. В замене автостоп гораздо дешевле. Решетка радиатора и стекла фар тоже из пластика. Ничего опять же страшного. Это новая тенденция. Вот маленький недостаток конкретно этих джипов. Дело в том, что перед тем, как начать съемку, мы внимательно проследили историю развития ударной составляющей джипов вообще как таковых. Для этого приехали к заводу управления, а там стоят вполне скромные Лексусы там, ну, Тойоты, Ландкрузеры. Сделали вот такое действие. Я боюсь, камеры слежей ничего не подумали, а то скажут Леха с Максом террористы. Увидели там под бампером гутажевую балочку. Здесь вы ее не увидите. Но это простор для творчества. Так стильно одевался пролетариат образца 20-х годов прошлого века. Ну, шляпа черная, кожаное пальто из вооружения. Ноган, разумеется. Так стильно одевалась зарождающаяся буржуазия 70 лет спустя. Ну, найковский костюм или малиновый пиджак. Так сегодня одевается обычный бурналист. Вне своего рабочего места. Ну, это тот же самый найковский костюм. Что у нас сегодня на вооружении? На вооружении очень хорошее оборудование. Смарт Эквип. Для чего мы присели вот сюда? Для того, чтобы вспомнить те же 90-е годы прошлого века, когда первую машину свою купил 9.9. А до этого ездила на копейки. А затем была Волга. И первое дело после покупки – это протяжка подвески. Здесь мы ничего не протягивали, поверьте нам на слово. Сейчас попробуем. Так. С первого раза не вышло. Вы знаете, наверное, у китайцев и автоматы другие, и качество другое. Профессор Преображенский мечтал сделать из собаки человека и подарить вечную молодость людям. Шариков мечтал все отнять и поделить. Швондер мечтал подселить Преображенскому еще какой-нибудь народ. Современный, не избалованный российский автолюбитель мечтает, скорее всего, о том, чтобы наши машины собирались хотя бы на уровне китайских. Вот так вот. Без всяческих зазоров в панели. И чтобы пластик был качественнее. А автор автостопа, каждый из авторов автостопа, мечтает вот о таком джипе.